Игорь Владимирович, у нас новые симптомы давнишней советско-российской болезни. Рассказываю, друзья, те, кто не знает, есть такой вуз в России, высшая школа экономики. Игорь Владимирович — один из его основателей. И вот так получилось, что Владимир Путин теперь направил туда и создал даже специальную кафедру, сейчас скажу, как она называется, военной экономики и стратегии. И вот он направил туда отставного, неудавшегося, такого неудачника, адмирала в отставке, Сергея Авакьянца. Командовать этой всей кафедрой, другого слова и не подберёшь, глагола именно «командовать». Авакьянц, помнится, направлял в Украину до 2023 года специальную, значит, бригаду морпехов. Вся она была уничтожена в Украине, вооружёнными силами Украины. И вот теперь этот человек будет командовать этой кафедрой в одном из лучших вузов России, высшей школы экономики. Игорь Владимирович, я правильно понимаю, что Путину уже как бы экономика не нужна глобальная, ему неинтересно, но он переходит на милитаризацию полноценную. Ну, значит, давайте уточним, значит, кафедра, во-первых, это не кафедра, это Следский институт. Во-вторых, инициатором формально выступает руководитель факультета международной экономики профессор Караганов, один из самых таких известных ястребов Российской Федерации, давно живущий в высшей школе экономики, всегда призывающий слегка сбросить ядерную бомбу на Европу, чтобы напомнить европейцам, что такое ядерная война, чтобы они больше боялись. Это как раз Караганов. Вот этот самый Караганов с призывами сбросить ядерную бомбу на Европу, чтобы европейцам слегка прочистить мозги, вот он как раз привел его океанцы и создал под него институт, который будет изучать проблемы развития военно-промышленного комплекса России. В этом есть определенный смысл, поскольку президент Путин отчетливо заявил, что Россия собирается воевать долго, Россия собирается развивать военную промышленность долго, Россия собирается финансировать военную науку долго. Он прямо так и заявил, что мы тут профинансировали все стопроцентно, давайте закладывайте долгосрочные программы развития военных производств, программы развития военной науки, на это деньги будут даны, ну, соответственно, появляется институт, который должен этим делом заниматься. Это значит, что экономику России на долгие годы пытаются перевести на военные рельсы, и это, конечно, такая чрезвычайная беда для граждан России, потому что это значит, что они будут жить, ну, по модели СССР, где была огромная военная промышленность и пустые магазины. Вот это определенно то, что их ожидает, то, что когда все деньги, все средства уходят на военную промышленность, то на гражданскую промышленность, на жизнь, на магазины, на товары, на услуги для населения, ну, просто не остается ресурсов, не остается денег. Но развивается военная промышленность. Я по этому поводу только что записал у себя на канале целый цикл 10 лекций, что такое военная экономика и какие беды она принесет, и приносила в прошлом другим странам, вот как раз это та самая история. Я как раз только лекции эти записывал, и тут же появилось сообщение об этом институте. То есть, что называется, вжил, и я попал в правильный угадал, что Россия разворачивается в эту сторону на полном масштабном повороте. Хорошо. Мы видим, что идет милитаризация, о которой вы говорите. Мы видим, что есть контроль над ценами, есть контроль над курсом рубля уже, установленный государством. Мы видим санкции западные. Все это действительно напоминает, что Путин идет по пути такой советской экономики, он постепенно переводит Россию на советские рельсы. Скажите, сколько времени у него это, в принципе, может занять, и сколько такая экономика может продержаться? Сколько времени может занять, зависит от очень интересных вещей. Вот у нас сейчас, я считаю, такая интересная тема для дискуссии. Будет ли Путин сильно менять руководство экономического блока после выборов? Дело в том, что последние несколько недель я наблюдаю совершенно ожесточенную, озлобленную, такую агрессивную критику Центробанка Набиолиной. Да, мы поговорим. Да, значит, идет совершенно какая-то безумная волна публикации злобных. Практически, знаете, некоторые тексты напоминают заготовки обвинительных заключений прокурора в суде, где ее прямо обвиняют в том, что за нее экономика России потеряла чуть ли не 3,5% роста ВВП, соответственно, гигантские потери. Это вот из-за ее неправильной денежной политики. Поэтому, конечно, очень многое зависит от того, будет ли Путин менять. Дело в том, что, конечно, он не очень любит менять свою команду. Он суеверно, он боится поменять команду. Начнешь менять отдельных членов, поменяют и тебя. Но, тем не менее, давление на него, видимо, сильное. И вот если начнут менять вот таких людей, как Набиулина, то темпы, конечно, перехода к советской экономике сильно возрастут. Это такая рубежная точка. Если Набиулина оставят, то, значит, наверное, какое-то время еще экономика там более-менее продерется. Если Набиулина поменяется, то, значит, давление в сторону советизации настолько сильное, что Путин вынужден ему уступить. Значит, за этим стоят настолько сильные люди, что он вынужден с ними считаться. Поэтому, конечно, очень многое зависит от этого. Мы понимаем, что есть люди, которые очень стремятся вернуться в СССР и вернуть эту экономику. И это люди, которые стоят рядышком как раз с вице-премьером Белоусовым, курирующим всю экономику России. Они очень мечтают вернуться к государственному правлению. Считают, что это, конечно, более правильная модель, чем всякого рода рыночные схемы. Набиулина пока пытается. Но, похоже, проигрывает. Очень любопытно, что до сих пор нет решения по продлению срока обязательной продажи валюты, возврата валюты. Значит, Набиулина и Центробанк против этого. Значит, Минфин и правительство настаивают на продлении и сделать это бессрочным. А это, ну, в общем, делает, как бы, конечно, роль Центробанка значительно слабее, и Набиулина против этого борется. Но пока решения нет, мы не знаем, кто победил в этой аппаратной схватке под ковром. Но, в общем, картина такая, что действительно нарастает желание вернуться в СССР. Замсекретаря Совета Безопасности Патрушев еще летом ездил по всей стране и призывал, значит, готовить мобилизационные планы. Володин призывает национализировать всю, так сказать, энергетику и, так сказать, то, что может быть и возможно в ЖКХ. То есть идут такие жуткие процессы возрождения экономики СССР. Генпрокуратура отнимает одно предприятие частное судно, другим. Вот только что три предприятия цветнометаллургии отняли пользу государства. То есть идет такой ускоренный процесс возрождения экономики СССР, что просто, значит, становится, в общем, ужасающе. Интересно, насколько быстро экономика развалится в силу этих самых последствий. Давайте мы об этом поговорим. Смотрите, Россия – это не Советский Союз. Не Советский Союз. Она по территории меньше, количество населения меньше, возможностей доить другие страны, не только бывшие советские столики, но, в принципе, другие страны мира тоже, их практически уже и не осталось, как мы видим. А если Путин переведет Россию на Советский рельс, сколько, в принципе, такое государство в нынешней системе координат может просуществовать? Ну, смотрите, она уже существует два года весьма тяжелой ситуации и доедает какие-то остатки. Значит, смотрите, возьмем как реперную точку запасы танков. Значит, то, что я читаю военных экспертов, говорят они, что запасов танков, оставшихся от маршала Устинова, министра обороны СССР, ну, хватит еще года на три таких боевых действий. Значит, когда этот запас танков, а там действительно уже пустили в бой, не знаю, видели фотографию танка 320, не видели? Потрясающая фотография. Кто-то в Украине сфотографировал танк с номером 320. Это тот же самый танк, который, значит, ходил по улицам Будапешта в 1956 году. Тогда он расстреливал венгров, теперь он расстреливает украинских граждан. Ну, вот тот же, значит, танк, соответственно, вы понимаете, стоявший на вооружении советской армии еще в 50-х годах. Так, 56-й год. Вот, значит, соответственно, вот эти ресурсные танки идут в бой. Значит, ну, вот эксперты военные говорят о трех годах. Значит, соответственно, дальше экономика России переходит на производство техники с колес. И вот тут, конечно, начинается такая ситуация непростая. Мы понимаем, что военная промышленность, похоже, достигла предела возможностей производства. Дальнейшее наращение малореально. И дальше, значит, уже строят военные заводы. Военные заводы строят огромные расходы, огромные усилия. Ну, и вообще довольно такая малореальная история, потому что, значит, завод же построить, это же не здание построить. Это привести оборудование, это поставить технологический процесс, это привести конструкторов, инженеров, значит, и рабочих, которые способны такие вещи делать. Все это малореально, поскольку в России и с наукой, и с техникой довольно плохо, на уровне инженерного корпуса, с рабочей силой совсем плохо, потому что огромный дефицит рабочих сил. Поэтому вот это бурное развитие военной промышленности, оно проблематично. Но что будет? Будут сбрасываться деньги, поскольку ничего другого правительство России не умеет. Оно только вбрасывает деньги с криком «давайте, осваивайте». А вбрасывание денег, оно ведет к инфляции, и это, соответственно, разрушает экономику. Поэтому вот сейчас ситуация такова, что раньше российские экономисты считали, что кризисные острые явления начнутся в 2025 году. Сейчас начинают звучать голоса, что, возможно, уже в этом году будут большие проблемы, потому что сходится очень много мелких фактов. Но знаете, когда много мелких фактов соединяется, то возникает эффект резонанса. И он, похоже, начинает возникать, потому что очень много проблем. Начинается падение экспорта, да, доходы от экспорта, значит, меньше валюты. Значит, начинается охота, значит, на российские компании и в Турции, и в Китае. Начинается охота на нефтяной флот, который возит, значит, российскую нефть. Все это один к одному. Это означает, что приток денег от экспорта сокращается, а государство российское живет этими деньгами. Значит, у тебя, с одной стороны, должны расти военные расходы, а бюджет заложен, повторяю, на 2024 год с безумными расходами, прирост там больше, чем на 22%, вот, а доходы у тебя падают. И мы сейчас вот смотрим, идут оценки, что цена российской нефти около 60 долларов за баррель, а бюджет России сверстан исходя из цены 70 долларов за баррель. Значит, считайте, что это тогда, значит, соответственно, весь бюджет России летит тар-тарары, разбалансируется дефицит, и нужно как-то затыкать дырки. А затыкать дырки они делают что? Они отбирают прибыль у бизнеса. Чем больше они отбирают прибыль у гражданского бизнеса, тем хуже этот бизнес работает, тем меньше у него возможности развиваться, тем хуже он реализует программы импортозамещения. Они и так паршивы. Но тут просто уже даже денег нету. Практически вот российский бизнес только что заявил, что они тут подсчитали итоги 2022-2023 года, и у них получилось, что обложение налогом на прибыль выросло в два раза. Не столько ставку повысили, сколько ввели новый практически налог, это пошли на экспорт. Все российские товары, дающие на экспорт, с прошлого года обложены дополнительной пошли. То есть Россия ради того, чтобы срочно добыть деньги, она совершает самоубийственные действия по дестимулированию экспорта. Это трудно объяснить, но это ровно так. Появилась пошлина, ее называют пошлиной на девальвацию, потому что ее ставка привязана к курсу рубля. Чем дешевле рубль, тем больше ставка, ну потому что получается больше рублевая масса у экспортера. Получается, что вот эта пошлина в дополнении к налогу на прибыль привела к тому, что у бизнеса российского отнимают прибыль в два раза больше, чем в прошлые годы. Это значит, что гражданский бизнес не может развиваться, он скукоживается. Значит, экспорт у вас падает, а если у вас экспорт падает, то у вас и импорт будет падать. Ну потому что для того, чтобы платить импорт, не нужны доходы, которые получают экспорт. Поэтому начинается как бы такая ситуация. Бизнес российский не может насветить рынок, потому что у него нет денег, у него деньги отнимают, у него нет рабочей силы, у него нет возможности закупать оборудование. Это же обстановку не привезешь в рюкзаке параллельным импортом, да? А с другой стороны, и импорт не завезешь, потому что на это уже нет валюты. Ситуация совершенно ужасающая. Когда на это смотришь, то это, в общем, такое какое-то увлекательное зрелище, знаете, фильм ужасов, триллер. Потому что ты смотришь, что там происходит с российским экспортом. Вот последние цифры, которые только что были опубликованы, что в России зависло 58 миллиардов долларов в рупиях в Индии. И их вернуть невозможно. То есть практически единственное, что остается с этим 58 миллиардами, инвестируют в индийские компании, в индийские ценные бумаги. То есть практически, давайте я это доведу до конца. То есть практически получается, что Россия отдает нефть в Индию бесплатно. Но она отдает нефть в Индию не бесплатно. Как мы знаем, за бананы уже она отдает нефть в Индию. Представляете, этими бананами можно завалить будет все Россия. Я тут посчитал. Мне говорят, чаем завозите. Я взял, посчитал цену чая. Сколько, значит, можно купить чая за вот эту выручку 58. Вы знаете, сколько получается? 140 тысяч тонн на одного жителя России. Ну, засыпать чай. Не то, что заварить. Засыпать с головой, и там просторы будут. Засыпанный чай. Безумная история. И это означает, что, значит... А почему это делают нефтяники? Ты начинаешь думать, они еще сумасшедшие. Как это они поставляют нефть за бесплатно? А у них нет выхода. Потому что у них дальше беда. Если я не продаю нефть, хоть как-то. Хоть под какие-то туманные обещания. То я должен закрывать скважины. А закрыть скважины, это все. Ты потом их уже не возродишь. И у них из двух бед выбирают, как им кажется, меньше. То есть они российскую нефть, богатство России. Единственное, которое у них сейчас осталось. Отдают Индии бесплатно. Вот это российская экономика на пороге третьего года войны. Вот совершенно фантастическая история. Сколько может такая экономика продержаться? Не очень долго.